Привет, народ! Сегодня хочу сделать два небольших обзора. Я делала заказ на сайте намскитка.ру, узнала о нем совершенно случайно, в видео, по-моему, Олечки Белл. Ссылку оставлю на его канал, если понравится, подпишитесь. Так, ко мне пришел гость и тут мешает. В конверте было письмо с благодарностью за заказ и две визитки с инвайт-кодом, который можно использовать при следующей покупке. Вот такая вот приятность маленькая. И на этом сайте я, во-первых, заказала, ну, как вы все знаете, монопод. Показывать его не буду. Он достаточно, это достаточно известная штука. Вот. Купила я его в подарок, поэтому доставать не буду, пока, в принципе, все его знают. Он довольно известный, популярный и все пользуются. Здесь инструкция, но, к сожалению, на английском языке. Вот. То есть я буду, наверное, в подарок все-таки распечатаю, может быть, русскую версию из интернета. Но, как бы, перевести, к сожалению, не могу, потому что я не знаю языка. Вот. Ну, он голубого цвета, ручка. Потому что я хотела зеленый, зеленого не было, поэтому взяла голубой и решила подарить его в подарок. У меня у молодого человека на следующий день рождения, и это отличная вещь. Вот. Также я заказала вот такие милые сережки-шарики. Меня потянуло на серии, хотя, может быть, вы знаете, уши у меня не проколоты. Вот. Я давно, уже очень давно мечтаю их проколоть, и вот мне понравились такие шарики. Шоколадные не буду показывать, потому что они очень темные, и их просто не видно будет. Вот. А голубенькие, бирюзовые, покажу. То есть вот такой шарик большой и маленький сзади. Маленький вытаскивается, и все это дело надевается. Вот. Смотрится довольно круто. То есть они такого ровного, ровного, бирюзового цвета, без каких-то повреждений. Эти вот основы, они довольно плотно входят туда. То есть не сказать, что они не будут держать, будут. Они хорошо держатся. Никаких повреждений. Идеально гладкие, не мутные. Никаких полосок, чего-то такого нету. Вот. Вот сейчас на одном только заметила небольшая царапина. Но она не будет видна, она сзади. Вот. Ну, я, в принципе, довольно осталась только уши проколоть. Я пока что в поиске место, где это сделать. То есть где это вообще сделаю. Потому что я никогда этим не заморачивалась вопросом. А сейчас мне очень захотелось проколоть в моем-то возрасте. Ну, уже хочется... Не знаю. Просто захотелось. Вот. Потом также все пришло в таких вот индивидуальных пакетиках, что очень мило. Так что заказала вот такой красивый кулончик. Просто мне понравился. Он простенький и милый. Четырехлисток склевера. Вот такой вот. Смотрится тоже суперзамечательно. Он, как бы, ну, такой простой, ненавязчивый. Но при этом он под серебро. Ну, это не серебро, конечно. Вот. Слав. Но смотрится довольно мило. Вот он. Вот. Также еще... Еще один кулон. Я так поняла, что был всего один в наличии. Кто-то не знает. Вот такое милое сердечко. Он тоже бирюзовый. К сережкам идеально подходит по цвету. Вот такой вот. С одной стороны он там звездочки с маленькими камешками. И он блестит. Видно, не видно. А с другой стороны здесь нарисовано что-то типа, не знаю, короны или сердца с каким-то символом. Ну, в общем, какой-то рисуночек небольшой. И тоже несколько маленьких камешков с звездочками. Вот тут не так хорошо видно. В общем, такая штучка. Здесь уже цепочка помассивнее. Но она как бы сюда подходит идеально. Потому что кулон довольно тяжелый. Он двухсторонний. Он объемный, а не плоский. В отличие от этого кулона с клейзером. Он, ну, тоненький, легенький. Вот. Также еще заказала колечко с дельфинчиком. Как бы так сказать. Ну, дельфинчик, наверное, не видно. То есть вот это утолщение и эта головка дельфинчика. Тут я немножко разочаровалась. Потому что я думала, что кольцо разъемное, но оно не разъемное. Вообще ни капельки. Оно здесь вот, я думаю, что где он носиком упирается в свой хвостик, оно здесь как бы разъемное. А оно не разъемное. Оно здесь видно, что носик туда припаян. Я, может быть, подразумевала, что оно будет разъемное. Но оно не разъемное. Оно очень сильно туда припаяно. И, как видите, диаметр довольно маленький, как сказать вам. Вот, если видно. То есть, мне оно только на меднице. И я, как бы, хотела на приземянном пальце носить. Но вот видите, куда оно вязать. То есть, у меня максимальный размер, какой только возможен. В кольцах. Кажется, что ручки-то небольшие, а на самом деле, ух. И эта колечка, к сожалению, меня расчаровала. Но я пока не знаю. Может быть, я и на меднице его буду носить. Тут, как бы, дело такое. Непринципиальное. Вот. И еще я заказала вот такой милый кончик на таком прорезиненном, каком-то, я не знаю. Но это не кожа. В прорезиненном шнурке. Такое вот милое яблочко. Красненькое. Там были разные цветочки, сердечки. Но почему-то яблочко мне понравилось гораздо больше. Оно какое-то более лаконичное, что ли. Ну, изящное. Не такое девчачье, как сердечки или цветочки. Поближе обкажу. Вот такое оно. Да, видно, не видно. Мне кажется, распустится немножко. Видно? И оно переливается, поэтому не особенно. Вот у него маленький листик и само яблочко. Я так понимаю, что это сваровский кристалл. Хотя не знаю, если это китайское, какой там нафиг сваровский. Ну, в общем, вот так вот. Так. Это был первый заказ, который я делала. Напомню, что я делала этот заказ на сайте нам.гидк.ру, на который я попала по ссылке с видео Олечки Белл. Я ее недавно смотрю и мне нравится. Веселая девчонка. Извините, что трясется. У меня кошка тут ходит. Поэтому сотрясается. Она как слон. Вот. Сайт мне понравился. Я думаю, что я еще буду там что-то заказывать. И я очень хочу увидеть там треножку для съемок, для камер, для фотокамеры. К сожалению, пока нету. И, в принципе, тот же монофор я брала как раз для видеосъемок на улице. Но решила его подарить. Потому что... Потому что потому. Больше пока нечего дарить. И это не важно. Вот. Ну и все-таки вот я надеюсь, что треножка появится. Треножку я бы хотела взять на самом деле. Потому что брать ее в Москве там за 5-8 тысяч на стольную треножку, извините. Я как бы не готова такие деньги потратить на простую маленькую вещь. Вот. И еще я хотела бы сейчас отвлекусь от красоты. Ну, в некотором смысле, от внешней красоты. Как бы эстетической. И перейду к вот таким штучкам, которые я заказала на сайте Апстека.ру. Я очень давно пользуюсь этим сайтом. И периодически приобретаю на нем и лекарства, и какие-то товары для тела, для фигуры. Вот. Если вы как бы обратили внимание, то я человек полный, скажем так. Ну, куклинки. Я... Сейчас немножко лирическое отступление. Где-то 4 года назад. Я... Как? Сидела. Сидела на системе ПФП, правильное питание. Это мы просто спонтанно поспорили с подружкой, кто к лету больше похудеет. Вот. И на этой системе я похудела на 20 килограмм. Ну, примерно за полгода. Где-то полгода, 8 месяцев. Вот. 20 килограмм это мой был предел. А... А... Потом вес держался. И... Где-то в течение двух лет он держался. И... Потом в течение года он... Алиса... Что там делаешь? Извините. А... А... Потом в течение года он вернулся. То есть, фактически я сейчас примерно вешу столько же, сколько весила раньше. Но когда я начинала эту систему, я весила ровно 90 килограмм. Сейчас я вешу 84 и 85. То есть, я плавно приближаюсь к своей исходной планке, от которой я уже хочу уйти. Мне... Как бы я это чувствую, что я набираю вес. Почему я его набираю, я не понимаю. Потому что, в принципе, питает я так же... Ну, да. Я часто стала давать себе слабину. То есть, всякие там конфетки, печеньки и прочее. И я очень люблю готовить. И очень часто дома делаю печенья какие-то, пирожные, кексы. Какие-то такие не слишком уж полезные штучки. Вот. Ну, естественно, я хочу попробовать какие-то печенья и пирожные с более полезными ингредиентами. То есть, там использовать, допустим, вместо муки овсяные отруби. Или сухофрукты. Ну, что-то в таком духе. Дальше, как бы, я расслабилась немножко. Уже не так. То есть, можно было и поспать, и выходные какие-то появлялись. И можно было попозже на работу приходить, в связи с какими-то поздними спектаклями. И мне кажется, что это тоже как-то сказалось. Потом был очень тяжелый период в театре, когда были очень напряженные дни, был очень большой стресс. И этот стресс тоже очень сильно сказался. К сожалению, так вот могу сказать, что за счет театра, да, за счет моего халатного отношения к себе и большой любви к театру, я приобрела болезнь спины, которую медики называют... Алиса, которую медики называют, как-то, когда я к врачу пришла, она мне сказала, это признак швеи или что-то в этом духе. То есть, это нижняя часть спины и отек верхней части спины. Нижняя часть спины – смещение позвоночника, за счет чего спина постоянно болит. Вот она у меня постоянно болит. И бывает, что, например, когда вот на даче там в саду что-то делаешь, если куда-то не туда наклонился, это такая адская боль в позвоночнике, вот в поясничном отделе, что я вам не дать, не дать, не дышу просто. И где-то с полчаса я не могу двигаться. То есть, мне нужно какое-то одно положение занять, чтобы у этих алиса потереть. За мухой охотиться и там свалить с подоконником, может, все что угодно. Просто кувшин с водой убралась, чтобы мало ли что. В общем, и мне нужно, как бы, занять спокойное положение, периодом где-то на 20-30 минут. И потом все нормально. Вот. И, как бы, вот такой период, что я как-то задумалась, почему я снова набираю вес. И я сейчас снова хочу войти в программу ПП. И хочу также другими способами, то есть, как-то корректировать свою фигуру, свое здоровье. Вот. И я просто увидела случайно, то есть, это была какая-то реклама, присыланная мне на почту сайта аптекару. Я бы не зашла. И вот такая вещь обнаружилась. Значит, это... Там, конечно, еще указывали, то есть, я почему купилась на все это. Там указывали, что если вы закажете до 30 июня, вы получаете подарок. Ну, подарка никакого не пришло. Скорее всего, они просто были в ограниченном количестве, поэтому ничего не пришло. Вот. И, значит, это новинка. Достаточно много, кстати, было спроса, то есть, есть такой черный вариант и есть бежевый. Я заказала бежевый и вверх, и низ. Вот. Есть, значит, черный вариант и бежевый, как я уже сказала. Заказывают очень много вариантов, потому что это новинка, то есть, я хотела именно бежевый, потому что черный он и так греет. А тут, как бы, сама система согревания. А черный, он еще больше, как бы, держит тепло. Но, все-таки, интересный цвет, он, как бы, универсальный. Вот. Но, когда я заказывала маечку, к сожалению, штанишки все разобрали. Поэтому мне пришлось подождать где-то около полутора недель, и они снова появились, и я заказала. Пришло все мне через два дня, то есть, я заказывала 28-го числа, 30-го числа я уже выбирала заказ в ближайшей ко мне аптеке. То есть, там все довольно просто, вы делаете заказ, выбираете пункт выдачи, ничего сразу оплачивать не надо, то есть, вы сделали заказ, оформили его, все, как бы, уже, вот, кто бы вы, вашего заказа, какой-то свой номер. Вы выбираете аптеку, которая ближе к вам, которая такими услугами занимается. То есть, отставкой заказов с сайта аптека.ру. И просто ждете. То есть, вам приходит смс, что ваш заказ оформлен и направлен на виды чувств, что ли, так. И примерно на следующий день даже вам приходит уже смс, что заказ находится в аптеке, и вы можете его забрать. То есть, это все занимает где-то два дня. Вот, и вы приходите в аптеку, называете номер своего заказа. Не обязательно распечатку делать из почты или еще откуда-то, потому что вам присылают смс с номером заказа, с стоимостью и всеми, там, прилагающимися элементами. То есть, где вы свой заказ забираете, адрес этого места, время работы и так далее. Вот. Немножко лирическое отступление затянулось, что-то так очень долго, на 10 минут. Но, надеюсь, вам было не скучно. Так вот. И, собственно, забираете, называете номер заказа, стоимость и забираете его. Все, как бы, супер. Я пока ничего об этом говорить не могу, потому что я их даже не распаковывала, даже не верила. Но я очень сильно рада, что я ухватила эти две штучки. Значит, станишки и мальчика. Фирма... Так. Алиса, не лежи, моя в камеру. Супер, познакомились. Так. И, в общем, фирма, которая... Ну, или фирма, или это название самих... ...самих... ...совообий я. Хотекс. Носей и худей, называется. Ну, вкратце, значит. То есть, я пока ничего не могу сказать. Хотекс, это компания Bayer Япония. Япония, как мы знаем, очень хорошо все делает, и у нее безумно хорошая, качественная косметика, насколько я знаю, и я надеюсь, что эта штука оправдает себя. Так, я сейчас вкратце прочитаю. Вот здесь есть пояснение, что эти штанишки делают и как они работают. Значит, за счет оригинальной текстуры изделия, использующей волны трех разных размеров, достигает самосразный эффект. Кроме того, изделие удобно при ходьбе, занятиях спортом. Широкая резинка в поясе и V-образная усиленная вязка в области живота не только подтягивает и формирует красивый силуэт, но и способствует уменьшению жировых отложений. Это нательное белье. Значит, состав... Ну, ткань пропитана. Она, я так понимаю, сочетает где-то вязку, где-то какую-то рифленую поверхность, где-то гладкую. Она пропитана тремя разными составами. Ну, здесь по, не знаю, по-японски или по какому-то другому, по-английски написано название. Значит, красный стручковый перец, вытяжка из печени глубоководных рыб и экстракт ромашки. Ну, каждый отвечает свою функцию. Значит, перец, он как бы согревает, улучшает кровообращение, сокращает жировую массу, способствует улучшению обмена веществ. Содержит витамины А, С и Е. Вытяжка из печени глубоководных рыб снимает усталость, мышечную боль, способствует насыщению тканью кислородом, повышает работоспособность. Ну, и ромашка благотворно влияет на кожу, мышечную систему, препятствует ее раздражению и успокаивает ее. Вот такие что они, ну, бриджи они называются. Вот, это я попробую и, естественно, это все я сниму и буду контролировать для вас информацию, то есть как они работают, работают ли вообще. То есть это, вообще это как бы медицинский препарат, препарат, медицинская вещь. Не так сказать, но это создано на основе медицинских данных, то есть это не просто какое-то белье, как я вот по описанию на упаковке и по описанию на сайте я посмотрела все. То есть это не просто шанишки, которые вы купили в спортмастере, там, не реклама, а уже как бы более такого медицинского назначения, то есть подразумевает, что они действительно будут работать. И вот про мальчику тоже расскажу. Значит, за счет оригинальной текстуры, использующей волны трех разных размеров, достигается массажный стимулирующий эффект. Усиленная вязка в области живота не только подтягивает и формирует красивый силуэт, но и способствует уменьшению жировых отложений, заставляя мышцы работать. Майку можно носить непосредственно на теле, она комфортная и очень практична. Изделия хоток стираются, как любое другое высококачественное нательное белье. Ну и опять же, то есть это производство Япония, не Китай, Япония. Вот что меня зацепило. То есть я знаю, что японские продукты, они довольно качественные. И что еще могу сказать? Я пока ничего не распаковывала, то есть я вот просто вытащила из почтовой упаковки. Сайты, все ссылки на сайте, где я что заказываю, я оставлю внизу, естественно. И буду держать вас в курсе, то есть носить периодически, может быть, постоянно не знаю. То есть я пока не пробовала ничего, может быть, еще есть инструкция внутри, я не знаю. То есть нужно ли это каждый день носить или какое-то время носить. Вот, тут еще пишут, что маечка, она корректирует осанку и подтягивает грудь. Я думаю, что девочки с большой грудью меня поймут, как это важно. Как устает спина, когда такой вес тянет тебя вперед. Вот, и, в принципе, все, что я хочу сказать, у меня, в принципе, у меня как бы есть корректор осанки, но он не сильно меня спасает с моей большой грудью. А вот эта штучка, я надеюсь, что она мне поможет, и вот так вот. То есть вот такие вот заказики, ссылки я оставлю, и буду держать вас в курсе. Ну, и также, как прокалю я ушки или нет, где прокалю, за сколько прокалю, и вообще, как прокалю, то есть как это будет, качественно, некачественно, как гарантия, не гарантия, то есть хороший мастер, не хороший мастер. Вот, и также по поводу фигурки тоже подбежать в курсе, то есть носить, носить как, сколько, спать, не спать, стирается, не стирается. в общем все в таком духе спасибо за внимание если интересно подписывайтесь, ставьте пальцы вверх а если не интересно я на вас не обижаюсь если вы просто скажете пока и и все и не будете смотреть на мой канал а если нравится то оставайтесь дальше будут интересные видео и я надеюсь что мы с вами подружимся пока